Жители Одинцова, Голицына или, например, Кубинки из своих пернатых земляков, не раздумывая, пожалуй, смогут назвать воробьев, ворон и голубей. А между тем, в Одинцовском районе обитают представители 52 видов птиц. Это и серая славка, и воракушка, и луговой чекан, и многие другие. Если фотоохота на городских пернатых у Марины Сафаровой занимала считанные минуты, то за лесными птицами иногда приходилось охотиться несколько дней. Единственное, что трудно, это птицы лесные, они пугливые. В общем-то, они боятся шорохов там разных, шевелений каких-то, лишних звуков. В общем-то, нужно не дышать. В общем-то, если ты увидел, желательно как-то в недвижимости находиться. Заниматься фотоохотой на пернатых Марина Сафарова начала три года назад. Снимки всех видов птиц, представленных в Одинцовском районе, удалось сделать только в этом году. Получилось символично. Указом президента 2017-й объявлен годом экологии. А фотохудожница признается, в первую очередь проект задумывался как экологический, а не художественный. Утка-оголь, красная утка. Может, все вы ее видели. Она уже стала нашей жительницей города Одинцов. Чужая, чужая странка. На выставке природы Одинцовского края можно не только полюбоваться красотой птиц и подробнее узнать о каждой, запечатленной на фото, но и послушать, кто как поет. Талант имитировать птичьи пения Анна Пашина открыла случайно. Мои любимые птицы – соловей. Изобразите. Под такие трели в окружении птиц, пусть даже смотрящих с фотографий, начинает казаться, что в Одинцовский историко-краеведческий музей окончательно пришла весна. Убедиться в этом лично можно до 29 апреля. Евгения Августина, Евгений Муравлев, телекомпания Одинцова.